Теплое время года. Раздулье для насекомых, в том числе и вредных. Людей тянет к водоемам, в лес. Не всегда проявляется бдительность. За прошлый год было выявлено 6 укусов энцефалитных клещей. В этом году уже 9, рассказывает главный санитарный врач района. В целом, по количеству обращающихся с данной проблемой, данные такие же, как и в прошлом году. В этом году у нас уже 165 человек обратилось по данному вопросу. В прошлом году где-то было в районе 156. Около 70 детей в этом году и примерно столько же было детей за такой же аналогичный период прошлого года. Энцефалитные тоже, к сожалению, говорят? Ну, бывает. Да, энцефалиты все равно срегистрируются. Что-то порядка 9 случаев у нас энцефалита. Просто необходимо соблюдать определенные меры предосторожности при выходе в парки, в лесополосы и даже, в принципе, и при работе на придомовом участке. То есть, что это надо делать? Это надо, прежде всего, ну, раз в два часа делать какие-то самовзаимосмотры. То есть, если с кем-то идем в лес, то друг друга посмотрели со всех сторон. Есть, там ползет какая-то букашка, которая может и клещом оказаться. То есть, у нас не все люди могут отличить клеща, там, от какого-то другого насекомого. То есть, это мы делаем каждые два часа. Обязательно пользоваться репеллентами, особенно если в лес идем. Ну, парк у нас, в принципе, чистый, мы регулярно его обрабатываем, особенно если там находим клещей. Ну, и что касается еще при выходе в парк, не в парк, а при выходе в лес необходимо одеваться таким образом, чтобы одежда была желательно светлая, не темная. То есть, тогда проще увидеть клеща на одежде и носки, штанины заправлять в носки, рубашки, майки тоже заправлять в штаны. То есть, чтобы клещ не мог залезть к вам под одежду. Если гражданин хочет обработать свой придомовый участок, то он может к нам заявиться. Это процедура платная. То есть, в наше отделение профилактической дезинфекции он обращается, выставляется счетик, и человеку могут обработать. Что касается общедоступных мест, то наш энтомолог посещает эти места и проводит обследование. Это у нас парк, зона рекреации, утвержденное, и парк на Черняховского. То есть, эти основные места мы смотрим, контролируем. И при нахождении там особей клеща, выдаем предписание на ЖКХ, чтобы они заявились на обработку, и делаем дальше обработку. В этом году мы уже обрабатывали несколько раз эти участки. В принципе, не так давно мы проводили энтомологическое обследование. Клещей там обнаружено не было. Ну и что касается своих же придомовых участков, то даже если не обрабатывать против клещей, то регулярный покос травы в своей придомовой территории тоже является мерой профилактикой клещей. Но обработка это же химическими препаратами. И тогда люди интересуются, когда можно на этой территории что-то там производить, отдыхать и так далее. Насколько влияет эта обработка на человека? Ну, при соблюдении мер предосторожности, то есть, если человек, допустим, самостоятельно обрабатывает участок, то стоит посмотреть инструкцию к данному препарату. Ну, так, в целом, через час-два там уже можно спокойно находиться с людьми. Если вдруг так произошло, что клещ уже впился, то в обязательном порядке, особенно если нет опыта по вытягиванию клеща, значит, самостоятельно никаких действий не предпринимаем, обращаемся за медицинской помощью в учреждении здравоохранения по месту жительства. Там оказывается медицинская помощь, то есть удаляется клещ, назначается профилактическое лечение. И при желании можно организовать исследование клеща в областном центре гигиенопедемиологии на инфекции, которая может клещ этот переносить. То есть, это прежде всего ламборолиоз и клещевой энцефалит, ну и ряд других заболеваний. Почему нельзя самому его вытягивать? Во-первых, можно во время вытягивания клеща его раздавить, и тогда он свою слюну и выпитую кровь может срыгнуть обратно в рану, и это может поспособствовать также и заражению человека различного рода инфекциями. Ну и с другой стороны, снова-таки можно просто, когда вытягиваем клеща, то ненароко можем оторвать ему голову, и голова останется в теле. Человек этого может сразу не увидеть, потом будет нагноение. Санслужба регулярно обследует места массового пребывания людей и при необходимости проводит химическую обработку территорий. Проводилось энтомологическое обследование территории городского парка. Клещей не обнаружено, что свидетельствует о том, что проводится эффективная обработка акарицидная данной территории.